есть на всякие разные случаи как-то революции войны эпидемии голодовок лозунг универсальный все в сад свой сад или огород деревню на дачу сад он свой с огородом помогут правители вряд ли если сада нет то в лес там и еда и дрова только знать надо повторюсь что где и когда но друзья мне говорят не обольщайся насчет свободного входа в лес возьмут кольцо лес патрули гвардия полиция мчс ягеря лесники не пролетит и муха да согласен было это уже когда-то мужиков тамбовских не пущали маршалы будущие в лес потом и маршалов тех укоротил усатый вождь тогда остаются поля и луга а там самая распространенная трава полезная и питательная пырей ползучий вот он на переднем плане не хватит и десяти армий чтоб поля наши окружить причем трава это полезная очень и людям и зверям не рассказываю я принципиально лечебных свойствах трав кустарников и деревьев только пищевых и тем более для животных но тут скажу пару слов о большой пользы пырея и для людей и для животных вот по питательности превосходит он многие культурные травы куда там лицерна он видите там она от горшка два вершка поднялась подай ей влагу уход а а здесь никакие его ни холод ни жара ни засуха не останавливает вот в два раза выше он вырос чем лицерна и вот первый укос и неплохой превосходит он эти травы по питательности в зеленой массе пырея содержится протеин клетчатка каротин и обладает он к тому же вдобавок молокогонным эффектом а косить ранним утром доложу я вам одно удовольствие а как пахнет свежестью никакие искусственные запахи эти спреи не сравняться с этим запахом лечатся пыреем и кошки и собаки ну это отступление к делу из корневищ пырея видите они белые такие некоторые похожи на клык собачий так его и зовут в простонароде так вот из этих корневищ получается высококачественная мука вот она несколько грубовато но для диетического питания это то что надо белые корни собирает весной или осенью причем ранней весной когда они еще в рост не тронулись вот голод обычно весной настает моются корни сушат их перетирают чтобы очистить от бурых чешу сушат до хрупкости и в мельнице на муку в стародавние времена запорожские казаки таким образом готовили вкусный питательный хлеб корневища пырея содержит много витаминов органических кислот фруктозу и самое главное 40 процентов углеводов и белок в общем и хлеб и мясо почти как фундук вот не знаю почему когда злейшие враги народа большевики в 32 году забрали у крестьян хлеб и другие продукты не воспользовались этим рецептом люди одной из самых пострадавших тогда и в 46 году была запорожская область почему так говорю потому что знаю многочисленная там родня очень сильно пострадала вот не знаю почему может быть не вспомнили старики наверное потому что первыми умерли так что в случае глобального масштаба катастрофа запаса корневищ под землей хватит всем чтоб пропитаться и главное замориться его экспроприаторы копать им митинговать майданить подавай а работать копать это не про них а мы накопаем сколько надо и пусть как клад дальше себе корни под землей лежат не возьмут ни коммунисты их ни радиация если вдруг это я к тому случись война атомная атомная или взорвется где-нибудь не один блок на атомной а сразу все или какой-нибудь клоун нечаянно кнопочку нажмет очень может приключиться в результате ядерная зима прекратится фотосинтез растений а тут все спрятано под землей надежно кроме всего прочего добавлю обладает корневища пырея кровоочистительным действием и заодно выводит радиацию из организма ну и по традиции несколько рецептов из свежих корневищ готовят салаты гарниры супы из сушеных уже говорил хлеб каши кисель и вот вам салат из корневищ моют их мелко режут добавляют лук морковь щавель солят заправляют растительным маслом суп в бульон ну во время голодовки только из топора кладут картофель если есть заправку из лука и морковь моркови спассированных на сковороде и в конце за пять минут до готовности порубленные корневища посолить и суп готов пюре корневища промыть отварить до мягкости перемолоть посолить и добавить что есть по вкусу скажут некоторые куда метнул картину нарисовал а я скажу люди звери всего можно ждать двадцатый век перед глазами и начало двадцать первого не радует я вас предупредил чтобы не забыли как запороз как запороз и и